МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Кремль ровно в полдень. Владимир Путин сегодня официально вступает в должность главы государства. Генеральный прогон на Соборной площади пройдет репетиция. Парада Победы следит за торжественным действием. Теперь можно и на видеоэкранах. Лес прифронтовой превратят в патриотический парк. В поселке Черемушки в преддверии 9 мая прошел праздник ветеранов. Учат спорту и вере. В Омске открылся борцовский клуб святого Георгия Победоносца. Наши ребята должны соответствовать своему званию, чтобы не случилось так, что физически силенно, духовно очень слабо. В честь открытия митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру подарили спортивную форму. И блестящий дебют нападающий авангарда Илья Михеев отличился на чемпионате мира по хоккею, записав на свой счет гол австрийцам. Главное событие этого дня – торжественная процедура вступления в должность Владимира Путина. Церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Именно 7 мая. Анаугурация проводится с 2000 года. Для Владимира Путина настанет четвертая. На церемонии будет присутствовать около 5000 человек. Традиционно это члены правительства, администрации президента, губернаторы, главы всех религиозных конфессий, сенаторы, депутаты Госдумы, известные деятели культуры и ученые. Часть гостей будут ждать выхода президента на Соборной площади. Это новшество нынешней инаугурации. Ранее парад Кремлевского полка снимали только телеоператоры и фотографы. На торжественной церемонии будут присутствовать глава региона Александр Бурков, депутаты Госдумы Атомской области, сенаторы, члены общественной палаты региона, а также доверенные лица Владимира Путина, которые представляли его во время предвыборной кампании. На Соборной площади сегодня пройдет репетиция торжественного построения войск Омского гарнизона. В 16 часов начнут перекрывать движение всех видов транспорта, а в 18 перед Успенским собором станут маршировать военные. Сам парад начнется в 12 часов 9 мая, причем торжественное действие впервые будет транслироваться на уличные видеоэкраны. Один на улице Интернациональной, второй Успенского кафедрального собора. Военнослужащие пройдут строевым маршем и продемонстрируют военную технику. Сколько продлится репетиция парада Победы неизвестно, однако на несколько часов и мечам стоит поискать объездные пути центра города. А в нашем вечернем эфире в 19.30 смотрите прямое включение Соборной площади. Репетировать с участникам торжественного построения, по всей видимости, придется под дождем. По прогнозам синопсиков, погода на этой неделе будет ненастной. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов, при этом обещают осадки и ветер до 17 метров в секунду. Дожди будут лить практически всю неделю. К пятнице потеплеет до плюс 18 градусов, а вот на выходных вновь похолодание. Днем будет не больше 6 градусов со знаком плюс. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Подготовка военных парадов сейчас идет в Москве и Санкт-Петербурге. Сюда попали мечи два добровольца из Омска, Арина Кутышева и Карина Ярошенко. Их отобрали по итогам всероссийского конкурса «Послы Победы». Участие в нем принимали 4000 волонтеров со всей страны. Из них лишь 200 человек у достойной чести видеть парады в главных российских городах. Каждый волонтер прошел специальный инструктаж. Теперь добровольцы будут помогать в организации майских торжеств, а также активно подключаться к подотковке и проведению бессмертного полка. В Омске появится патриотический парк на территории Омского автобронетанкового инженерного института. Об этом рассказал зампред областного правительства Владимир Компанейщиков в лесу при фронтовом. Праздник проходил в военно-мемориальном комплексе Черемушки. Здесь собрались сотни мечей, ветераны-фронтовики, военнослужащие Омского гарнизона, школьники, участники молодежных патриотических объединений, горожане. С наступающим днем Победы героев войны поздравили на торжественном митинге. Программа продолжила церемония возложения цветов к вечному огню. На интерактивных площадках исполнялись песни и танцы военных лет. В штабе дивизии создали неповторимую обстановку фронтового командного пункта. Костям мы показали боевые машины времен Великой Отечественной войны, а также образцы современной автобронетанковой техники. А в кинотеатре под открытым небом все желающие могли посмотреть фильмы 40-х годов прошлого столетия. В преддверии Дня Победы хочется еще раз поблагодарить всех наших ветеранов, тружеников тыла, тех, кто дал нам жизнь, дал нам возможность жить под этим небом. Их всех с праздником, им здоровья, счастья, благополучия. Ну а всем нам никогда не забывать про эту страшную войну и делать все от нас зависящее, чтобы она никогда не повторилась. Молодежный центр «Химик» на один день стал полем боя. Здесь прошел спектакль, посвященный будням фронтовиков. Перформанс подготовили артисты Омска. В своих мини-постановках они рассказали о роковом дне, когда 22 июня на Советский Союз без предупреждения напали фашисты. В эвакуации детей в разные годы войны о том, как солдаты спасались во время обстрелов. В конце торжественного мероприятия на сцену пригласили ветеранов Великой Отечественной. А им вручили цветы и рассказали о подвигах каждого. У каждого народа есть какие-то свои святыни. Вот такой святыней для нас является День Победы. И этот День Победы как эхо отражается все больше в умах, сердцах и наших душах. И оно объединяет много поколений. На этом мероприятии мы покажем вот это единство поколений. Значит, что молодые люди помнят, что для нас сделали ветераны. И, ну, видите, цветы им дарят, подарки, песни поют. Это вот здорово. Сегодня в Омском регионе живет 28 тысяч ветеранов. 907 из них непосредственно участники Великой Отечественной войны. На этой неделе Мечея ждут всего 4 рабочих дня. Один из которых сокращен. Это связано с празднованием Дня Победы. В этом году 9 мая выпадает на среду. Это выходной день. Во вторник Мечея будут работать на 1 час меньше. Следующие длины выходные будут уже в июне, когда празднуется День России. 9 июня эта суббота станет рабочим днем. Отдыхать россияне будут с 10 по 12 июня. Сегодня в России отмечается День радио. Именно 7 мая 123 года назад русский изобретатель Александр Попов представил первый радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Он продемонстрировал систему для обмена радиосигналами, осуществив первый сеанс радиосвязи. День радио объединяет людей многих профессий. Его отмечают связисты, журналисты и все, кто имеет отношение к технологиям телекоммуникации. В Омской области в сфере связи трудится около 10 тысяч человек. С профессиональным праздником и мячей поздравили глава региона Александр Бурков и председатель ЗАГСобрания Владимир Варнавский. Цитирую. Сегодня трудно представить нашу жизнь без радио. Это не только источник новостей, но и хорошего настроения. Самые разные люди с удовольствием слушают радио дома и на даче, на работе и в машине. День радио – это еще и повод сказать слова благодарности за труд тем, кто работает в радиотехническом комплексе. В нашей области действуют уникальные предприятия, которые разрабатывают и производят системы связи, управления и навигации. Значительная часть спецпродукции радиоэлектронного комплекса России выпускается в Омске. Поздравляем с праздником всех, кто связал свою жизнь с радио. В день памяти Георгия Победоносца в Омске открыли Морцовский клуб. Он носит имя святого великомучника. Его жизнь на протяжении многих веков является примером милосердия, веры, любви, причем не только для воинов, но и для всех православных верующих. Церемония благословения нового клуба прошла в Свято-Успенском кафедральном соборе. Литургию совершил митрополит Омский Таврический Владимир. Всего спортивной борьбой в регионе занимается 3000 человек. В новом клубе будут готовить борцов высокой квалификации, в том числе членов сборной страны. Особое внимание тренеры уделяют духовно-нравственному воспитанию детей. Слово Натальи Змаги. Спортивную форму с изображением Святого Георгия воспитанники клуба подарили митрополиту Омскому Таврическому Владимиру. Мало кто знает, что владыка в прошлом занимался боксом. Сейчас он благословляет спортсменов на начало доброго дела, воспитания подрастающего поколения в православных традициях. Новый борцовский клуб назван именем Святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Имя у клуба есть, а вот собственной базы пока нет. Тренироваться борцы будут в разных залах, в том числе в спортивной школе по греко-римской борьбе имени Юрия Крикухи. Его сын и основал новый борцовский клуб. Основную задачу ставим, чтобы ребята у нас добивались высоких успехов и спортивных на первенствах Европы, мира, Олимпийских игр. То есть у нас все для этого есть. Есть и тренерский состав, есть и методика, которая позволит нам готовить из них чемпионов. Ну и, конечно, в духовном плане, конечно, наши ребята должны соответствовать своему званию, чтобы не случилось так, что физически силенно, духовно очень слабо. Среди воспитанников клуба есть призеры соревнований федерального округа и даже первенства России. После церемонии открытия ребята рассказывают, чего они ждут, делятся планами на будущее. Я буду находить новых друзей, новых соперников. И уже буду знать, что я не просто тренируюсь, а ради моей веры, ради моего клуба. Я занимаюсь полтора года, осенью будет два уже года. У меня достижения, я выиграл два раза в городе. Хочу стать олимпийским чемпионом, даже больше. Двухкратным олимпийским чемпионом хочу стать, трехкратным. Ближайший турнир, на котором воспитанники Свято-Георгиевского борцовского клуба покажут свое мастерство, первенство Европы. Соревнования пройдут 22 июня в Венгрии. Наталья Змага, Татьяна Денисова, Илья Яковленко, 12 канал. На особых условиях в УЗР смогут поступить 14 школьников из Омской области. Все они стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. В заключительном этапе интеллектуального марафона приняли участие 39 учеников из нашего региона. Лучше всех выступили воспитанники Центра развития одаренности гимназии номер 117. Твои ученика взяли первое место в Олимпиаде по праву. В призерах также мячи, справившиеся с заданиями по истории, обществознанию, экономике и литературе. А также те, кто продемонстрировал отличные знания иностранных языков английского, немецкого и французского. Церемония награждения победителей и призеров состоится летом. А в течение четырех лет все олимпиадники имеют право поступить в любой ВУЗ России без экзаменов. Их зачисляют в университеты досрочно, до начала общего конкурса. Нападающий в ангарда Илья Михеев отличился на чемпионате мира по хоккею. В матче с австрийцами он записал на свой счет гол и результативную передачу. А сборная России одержала вторую уверенную победу подряд. Наши хоккеисты также обыграли французов. Причем счет в матчах разгромный 7-0. В обоих встречах участвовал форвард Ястребов Илья Михеев. И если в матче с французами он не набрал баллов, то в игре с австрийцами забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Сегодня российские хоккеисты сыграют со сборной Беларуси, которая пока не одержала на чемпионате ни одной победы. И последний Омск вошел в топ-10 городов с самыми большими выигрышами в лотерею 4 года назад. Удача улыбнулась нашему земляку, строителю Валерию. Он получил рекордную на тот момент сумму 184 миллиона рублей. На первом месте Воронеж. Здесь местному жителю удалось выиграть 506 миллионов. На втором месте Сочи и 364 миллиона рублей. И на третьем наш соседий Новосибирск и 358 миллионов выигрыша. В списке счастливчиков также жители Барнаула, Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. После короткой рекламы прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем полный выпуск и программу Час новостей. Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Здравствуй, Омск. Сходи в кино на фильм «Танки» и выиграй машину. В апреле в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» при покупке билетов на фильм «Танки» или заказе бронирования на «Рамблер Касса» вы сможете участвовать во всероссийском розыгрыше автомобиля «УАЗ Патриот». Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. победителя мы узнаем 9 мая. Огонь! Удачи и до встречи в кино. Весна с компанией «Металлпрофиль». Цены на профнастил растаяли на 20%. Подробности акции по телефону 99 16 73 и на сайте металлпрофиль.ру Ходила раньше Анастасия из Муромцева за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь мангал «Хот-Пот» всего 99 рублей. Вот это цены! Сэкономила Анастасия и шубу норковую себе купила. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. О погоде сегодня, 7 мая, по области Вомске. Пасмурно, дождь, температура воздуха в районах. Днем 8-10 градусов тепла. В Омске плюс 7, плюс 10. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. Хорошего дня и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова